Доброе утро! Представьте ситуацию. Один человек не может проснуться утром, постоянно опаздывает на встречи, зато очень хочет добиться успеха. И другой, который исправно исполняет все возложенные на него задачи, но совершенно не радеет за результат. Вот что их объединяет? Отсутствие и мотивации, и дисциплины. Серьезно осложняет жизнь. В свою очередь, утренний вестник способствует и вашему настрою, и соблюдению графика. Мы каждый день в эфире с шести утра, и повестка у нас такая, что верить хочется, хорошего будет больше. Вот смотрите. Мотивация или дисциплина, что важнее? Люди говорят. Все хотят инвестировать. Сегодня на Вете 24 интервью с Михаилом Задорновым. Будущее уже наступило. Вернее, оно в гостях в нашей студии. Экономим на авто. Правила денег. Задекларируй это. Декларационная кампания завершается уже завтра. Как работает антистатик? Каждый школьник знает четко. Папа в жизни девочки. В гармонии с Веттой. Мотивировать человека могут как хорошие новости, так и плохие. Посмотрел новости, увидел положительный пример, решил повторить. Ну или наоборот. Посмотрел новости, решил исправить ту или иную ситуацию. Плюс ко всему привычка начинать день с новостей дисциплинирует. Так что, пожалуй, мы начинаем выпуск с новостей. В Перми построили первую в России производственную линию по выпуску мелованного упаковочного картона. Он применяется в качестве упаковки для различных видов пищевой продукции и медикаментов. Успех, впечатляющий с точки зрения сложности задачи, которую решили команды вместе с поставщиками, ключевыми подрядчиками, контракторами. Это нетривиальная была задача, потому что то, что вы видите, оборудование, оно абсолютно новое. То есть самое последнее слово техники на рынке бумагоделательного производства. Новое производство мелованного коробочного картона – один из крупнейших инвестиционных проектов, который был реализован в целлюлозно-бумажной отрасли нашей страны после советского периода. Объем инвестиций превысил 25 миллиардов рублей. Ключевой инвестор – банк открытия. По словам акционера, выйти на прибыль в планах уже к 2023 году. Мы хотим увеличить акционерную стоимость предприятия, то есть ввести его в нормальный режим. И где-то в течение трех лет открытие предполагает продажу комбината уже какому-то профильному инвестору. Но до этих пор мы будем вместе при поддержке, безусловно, администрации Перлопского края работать над улучшением себестоимости, использование местного лесного фонда. Тема благоустройства своего района для жителей Перми не на последнем месте. Вопросы по улучшению внешнего вида двора, парка или детской площадки горожане на встрече с депутатами задают чаще всего. Егор Тверетинов продолжит. Облагоруйте территорию, создайте здесь определенные плюсы, площадки. Ни в коем разе не внедряйтесь в лес, не вырубать ничего. Мнение депутатов по вопросу строительства рядом с Черняевским лесом озвучил Дмитрий Малютин на собрании с общественностью индустриального района. Сразу после – выезд на территорию. Улица Мира, дом 27. Асфальтовое покрытие совсем разбито. Этот двор транзитный, через него идет подъезд к остальным домам. Нагрузка в разы больше и проблема эта не единственная. Вторая наша проблема – это вот этот тротуар, который был построен по советским, видимо, нормам. И он уже, чем он должен быть. То есть нам нужно сделать его больше. Как вы видите, у нас вот крыльцо и сразу же выход на дорогу. И хотелось бы, чтобы тут был какой-то запас безопасности, в том числе и для детей. Решить проблему можно, организовав еще один проезд. Главное – это делать согласованно с жителями соседних домов. Мне бы вот, чтобы вы закрепили это там какими-то решениями общего собрания, да, чтобы люди понимали. Вылая, тоже представитель другого дома, она говорит, не так здесь все совсем. Вот в небо все-таки живете вместе, да, дома вместе. И здесь надо выработать какой-то компромиссный вот такой вариант. А вот во дворе дома по улице Мира-53 изменения уже видны. Мусорная свалка, куда сбрасывали отходы все близлежащие дома, ликвидирована. Установлена новая площадка, но этого недостаточно. Поставили ее, тем самым убрали проблему транзитного мусора, во-первых, ну и обустроили для жителей контейнерной площадки. Двор этого дома под программу формирования современной городской среды не попадает, однако идея есть. Вот сейчас начнутся дорожные работы. Может быть здесь просто вот отсыпать пока вот, пока до ФРГС крошкой, крошкой, да, вот этой. Запиши, пожалуйста, хотя бы крошкой отсыпать, чтобы был подъезд, отъезд машины. А дальше надо, безусловно, решать вопрос о проведении качественных, там, благоустроительных работ. Завершился выезд в округ двором по адресу Ленова, 23. Там близкорастущий к дому Тополь ветками повреждал окна в доме, фасад и крышу. Дерево кронировали, в ближайшее время оно будет удалено. Работа продолжается в плановом режиме. Егор Тверетинов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Мы находимся в преддверии празднования Дня Победы. Наш, наверное, самый великий праздник. Концепция празднования Дня Победы в Прикаме в этом году звучит, как «Помни, ты наследник Победы». Планируется, что праздничные мероприятия, концерты, возложения, уличные выставки и инсталляции объединят около 1 миллиона человек. Всего на время празднования запланировано порядка 2000 событий. Подготовку к празднованию обсудили в рамках очередного заседания краевого правительства. В этом году из-за сохраняющегося риска распространения COVID-19, значительная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате. «Во многом прошлый год подсказал этой акции, вот такие, например, как «Окна Победы». Такая семейная история, инициатива, она подхвачена была по всей стране, в том числе и в Перми, когда каждая семья может превратить свои окна в такую витрину. Проект «Синий платочек», «Письма Победы». Это совместно с волонтерами Победы тоже мероприятия, которые стали традиционными. Также уже традиционно можно принять участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Сад памяти» и «Вальс Победы». Продолжат в этом году и еще одну инициативу – праздничные концерты у домов ветеранов. В программе военные песни, стихи, сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок. Не останутся пермики в этот праздничный день и без салюта. Их в честь 76-летия Великой Победы в этом году будет 9. Главный салют состоится 9 мая в Перми в 23 часа на базе «Летающий лыжник». А вот вопрос о проведении традиционного парада Победы пока остается открытым. Могу сказать, что подготовка к параду ведется. В случае, если ситуация будет позволять, то мы, конечно же, парад будем делать. Но если Роспотребнадзор именно этот орган должен нам ответить на все вопросы, скажет, что и сельский для наших ветеранов, то будем принимать соответствующие решения, исходя из приоритетности сохранения жизни и здоровья наших уважаемых ветеранов. Окончательное решение будет принято 30 апреля на заседании Оргкомитета. Не откладывая в долгий ящик с вопросом о мотивации и дисциплине, что важнее для достижения поставленных целей, мы обратились к людям на улицах Перми. Им люди говорят. Большинство пермяков считают, что мотивация и дисциплина – вещи взаимосвязанные. Для достижения поставленных целей они и ясно формулируют ответ на вопрос «зачем» и упорно работают над собой. Примерно 10% опрошенных на первое место ставят мотивацию. Меньшинство голосуют за дисциплину. Я бы сказал, это две вещи, две вещи, неотъемленные друг от друга. Первичное, что нужно для человека – это мотивация. Но мотивация, она потом проходит. У человека как бы заканчиваются запалы и все такое прочее. И здесь вот как раз важно не дисциплина, а самодисциплина. Мечта важнее и стремление к своей мечте. Все. Упорство, мечта, вера – самое главное. Я тоже сам себя замотивировал. Думаю, вот мне надо поступить в университет. Я закончил 11 классов, выучился в деревне. Я вообще не думал, что я в ПГУ поступлю. Я думал, куда… Я вообще думал, в колледж поступлю. Ну вот, как-то замотивировал себя, сидел по 5 часов в день. Кире готовился, вот сдал и поступил. Мотивация. Чтобы достичь чего-то, не всегда нужно быть в рамках, а нужно думать креативнее. Дисциплина, она просто идешь по плану и все. И не всегда это получится. Работоспособность. Работоспособность ума. Физическая работоспособность. Дух. Вот это главная составляющая для человека, который хочет достичь чего-то в этой жизни. Каждый имеет право на мнение и право на то, что оно будет услышано. Впрочем, согласитесь, есть люди, к чьему мнению прислушиваются чуть больше, чем ко мнению остальных. Ну, к примеру, если человек наделен властными полномочиями или начальствующими функциями какими-то. Ну, или очень хорошо разбирается в том или ином вопросе. Именно такой гость сегодня вечером в программе «Лобби-холл». Станислав Уланов пообщался с экономистом Михаилом Задорновым. Банковский сектор меняется. Вместе с тем, меняется ли поведение людей в том, что касается денег, сохранения своих сбережений? Как себя люди ведут? Люди идут в банки, но идут в банки все больше и больше за инвестиционными продуктами. Пифы, сложные структурные продукты для более квалифицированных инвесторов, накопительное страхование жизни. Вот эти продукты, они во многом стали конкурировать с обычным депозитом или текущим счетом. А если взять деньги населения именно на банковских счетах, что сейчас уже одна треть – это не срочные вклады, это именно накопительные счета, ну, или расчетный счет просто, где он может очень гибко распорядиться этими деньгами. Анекдоты уже неактуальные и заезженные принято называть бородатыми. Интересно, а какой термин подойдет для описания анекдотов, которые, ну, наоборот, не теряют актуальности с годами? Ну, как про дорогую машину, которая свидетельствует скорее не о высоких доходах владельца, а о большом кредите. Мы же расскажем напротив, как экономить на авто. Правила денег. Налог на вашего коня. Железного, конечно же. Как вы догадались, сегодня я расскажу про налогообложение автомобиля. В конце игры «Семейный бюджет приказано выжить» юные участники очень удивляются, когда за купленный в начале игры дорогой автомобиль нужно платить большие налоги. Да и в принципе что-то платить. Давайте разберемся, сколько нужно платить и как платить меньше. Как вы, наверное, заметили, в нашей стране существует понятие «транспортный налог», который вы должны платить за все автотранспортные средства, на которых вы собираетесь ездить по дорогам общего пользования, а значит иметь государственный номерной знак. И если, скажем, на снегоходе можно просто кататься по лесу и вряд ли встретить стоящего в сугробе ДПСника, то с автомобилем такой номер не прокатит. Вы ставите его на учет, и вам в конце года приходит письмо счастья. Налоговая инспекция умножает количество лошадиных сил вашей машины на ставку налога и выставляет к оплате сумму. Россияне верят в то, что сэкономить можно, снимая автомобиль с учета, если не ездите какое-то количество времени, а потом вставить его на учет снова. Но это стоит денег. Россияне также верят в то, что покупая автомобиль с мощностью меньше 250 лошадиных сил, вы экономите, потому что выше совсем другой налог. Это и так, и не так. В Москве действительно за автомобиль мощностью 250 лошадиных сил вы заплатите почти 19 тысяч рублей. А вот если в паспорте машины будет указана мощность, скажем, 251 лошадиная сила, налог вырастет в два раза и составит почти 38 тысяч рублей. Но Пермский край на то и край, что у нас не так, как у всех. Во-первых, ставка налога продолжает медленно расти и после 250 лошадиных сил, и после 300, где уже нет никаких ограничений. Поэтому в той же ситуации за автомобиль с мощностью 250 лошадиных сил вы заплатите 18 тысяч рублей, то за мощность, скажем, 260 лошадиных сил 23 400. Согласитесь, довольно гуманно. Но, как оказалось, и на этом гуманность не закончилась. Продолжая ездить на той же машине, через 5 лет ставка налога снизится на 3%. Через 10 лет еще на 3%. Пройдет еще 5 лет еще на 3%. Честно говоря, я не знаю, для чего это сделано. Мотивирует человека не менять машину в течение 15 лет? Или мотивирует больше экономить, а не больше зарабатывать? Конечно, не все так просто. Нельзя забывать про то, что так называемый налог на роскошь действует повсеместно. Если цена машины от 3 до 5 миллионов рублей, то сумма транспортного налога будет увеличена на 10%. Если машина стоит от 5 миллионов до 10 миллионов рублей, то ваш транспортный налог вырастет в два раза. С вами были «Правил денег». Это был Эдуард Матвеев. Ну и раз уж мы говорим о налогах, у меня для вас важная напоминалочка. Комментарий недели. Отчитаться о полученных доходах и подать соответствующую декларацию в налоговый орган необходимо не позднее 30 апреля всем налогоплательщикам, получившим в 2020 году доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, получение имущества в дар, сдача имущества в аренду или же иных доходов, с которых не был удержан налог. Полный перечень лиц, обязанных представить налоговую декларацию, приведен в статьях 227 и 228 Налогового кодекса РФ. С этого года в налоговое законодательство введены положения, позволяющие налоговому органу исчислять и предъявлять к уплате НДФЛ физическим лицам, если они самостоятельно не представят декларацию о доходах. Это означает, что если граждане самостоятельно не отчитаются о доходах, полученных от продажи недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока владения, а также по доходам, полученным в результате дарения им объекта недвижимого имущества, не от близких родственников, то налоговый орган сам рассчитает сумму налога. При отсутствии в налоговом органе сведений о цене сделки при продаже недвижимого имущества, при расчете суммы НДФЛ к уплате будет применяться расчетная стоимость такого имущества, равная 70% его кадастровой стоимости на основании сведений Росреестра. При этом, помимо начисленного налоговым органом, необходимо будет уплатить налоги, пени и штрафы. Во избежание штрафных санкций ФНС России по Пермскому краю рекомендует физическим лицам самостоятельно представить в налоговые органы декларацию 3НДФЛ с отражением полученного дохода в срок не позднее 30 апреля текущего года. Самый легкий способ заполнить и представить декларацию по форме 3НДФЛ в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такой сервис имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации. Также декларацию можно представить налоговый орган на бумажном носителе или филиал МФЦ в крае. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная в декларации, подлежит уплате в бюджет не позднее 15 июля текущего года. Деньги, налоги, декларации. Сдается мне, что мы уже вполне готовы к тому, чтобы почитать, о чем пишут наши коллеги из печатных СМИ. Делаем серьезное лицо и смотрим пресс-парад. По прогнозам некоторых экспертов, цены на продукты в этом году вырастут на 10%. По данным Пермстата, мясо и птица в марте апрельские цены проанализируют в мае. По сравнению с февралем подорожали почти на 2%, рыба и морепродукты на 1,5%, сливочное масло на 2,5%, молоко на 1%, сахар-песок почти на 3%, макаронные изделия на 2,5%, хлебобулочные изделия на 0,15%. Подробности считайте в аргументах и фактах. Табачные компании заявляют о росте доли нелегальных сигарет. По итогам первого квартала 2021 года доля нелегальных сигарет в России достигла почти 11%, посчитали эксперты. Результаты исследования представили в одной из табачных компаний. Участники рынка говорят о росте показателей, ссылаются на предыдущие исследования Nelson IQ, согласно которому доля нелегального рынка в третьем квартале 2020 года была 7%. Как поясняют в одной из табачных компаний, это оценка последней имеющейся данной за 2020 год. Потому и используется для сравнения. Подробности читайте в Коммерсанте. Глава Оргкомитета Токио 2020 Сейко Хосимото сообщила, что организаторы летних олимпийских и паралимпийских игр в Токио рассчитывают по возможности допустить местных болельщиков на спортивные объекты. Однако вариант проведения игр полностью без зрителей по-прежнему не исключен. Организаторы игр договорились принять окончательное решение относительно вместимости зрителей на Олимпиаде в июне. Ранее стало известно, что все участники олимпийских игр в Японии должны сдать два теста на COVID-19 до вылета в страну. Пройти тесты будет необходимо за 96 часов до вылета. Подробности читайте в ведомостях. О том, как пройдет празднование Дня Победы в Перми, пока не пишут в прессе. Вернее, пишут, цитирую, в Прикамье, пока не принято решение о проведении парада 9 мая. Но это же речь идет о массовом мероприятии. Ведь памятные, торжественные, образовательные мероприятия все равно состоятся. Более того, они уже идут. Пабло Пикассо, испанский художник и гений, оставил после себя грандиозное наследие. Но вот, пожалуй, самое значительное из его работ – это герника. Лицо войны, воплощение ужаса, кошмара и боли. Герника – испанский город, первый в Европе, который нацисты похоронили под бомбами. У каждого художника есть свое герника, которое касается этой темы. Это то ощущение традания, войны, которое переживили люди. А форма, в которой я это излагаю, она – это мой пластический язык, который, на мой взгляд, доносит ту идею или задачу, которую я ставлю для себя, чтобы показать это зрительное. Условная герника Юрия Лапшина сегодня экспонируется в арт-резиденции. Сам художник знает о бомбежках не понаслышке. Он родился во время одного из фашистских налетов в 41-м году под Орлом. Выставка посвящается Великой Отечественной. Называется она «Память», но задача ее шире – размышления о природе войны в целом. В состав экспозиции входит и несколько театральных эскизов Лапшина. Жестоко снили на Малько в этой белой рамке. Тут одна белая рамка, так сказать. Хотя это страшная история, которая связана с очень жесткими событиями. Где конец, вот там, в конце туннеля, куда уходит Венька Малышев. И многие люди, смотря на эту историю, у меня три варианта. Это что, бункер для расстрела? Нет, я говорю, это место, в котором мы живем. И это может случиться с каждым. Над экспозицией Лапшин работал вместе со своим коллегой Валентином Ждановым. Ему тоже есть что вспомнить. Родители Валентина Васильевича – фронтовики. Одна из ключевых работ – «Рассвет» накануне войны. Сюжет воссоздан по рассказам отца-пограничника. Накануне, как раз, 22 июня, они там, у меня на границе речка небольшая была. И они обычно, когда проходили с той стороны пограничника, с этой стороны, они друг другу часть отдавали. А тут, говорит, это сами прошли, часть отдали, а там смех. Ну и потом все это началось утром на рассвете. Ну, он очень часто рассказывал этот сюжет. Я-то думал, он про героические подвиги будет рассказывать. А он всего вот про это, про то, как война начиналась. Еще одни участники выставки – совсем юные ученики художественной школы имени Широкова. Взрослые авторы посчитали нужным включить и детскую память тоже. Сюда же входят и фронтовые фотографии из семейных архивов. Напомним, что выставка продлится до конца мая. Полина Рифа, Иван Худяков, телекомпания «Кветта». Мы часто что-то делаем на автомате, совершенно не задумываясь, как это работает. Нажал кнопку на мультиварке, получил вкусный ужин, включил навигатор, не надо запоминать дорогу. Одежда липнет к телу из-за статического электричества, нужен антистатик. Мы продолжаем разбираться в том, что взрослые позабыли, а каждый школьник знает четко. Всем привет! Как хорошо быть взрослым, не надо ходить в школу. Так обычно дети говорят. Но мы-то с вами знаем, школьные годы чудесные. Так что садитесь поближе к экрану в эфире рубрика «Каждый школьник знает четко». Ольга Степановна спрашивает, расскажите, как работает антистатик. Предлагаю провести эксперимент. Для этого нам понадобится обычный воздушный шарик и мелко нарезанная бумага. Смотрите, ничего не происходит. Но это еще не все. Сейчас мы превратим наш шарик в магнит. Берем меховую шкурку. В моем случае это мех, который был на капюшоне фуховика. Причем искусственный. Мы же с вами за экологию. Натираем наш шарик. И снова подносим к бумаге. Смотрите, в результате трения наш шарик приобрел новое качество. К нему стремятся легкие тела с силой, значительно превышающей силу притяжения Земли. А все почему? Потому что воздушный шарик приобрел электрический заряд. Есть предметы, которые легко теряют свои электроны. Например, меховая шкурка. Во время трения отрицательно заряженные частицы скопились на поверхности нашего шарика. Резиновый шарик диэлектрик. Электрический ток не проводит, а заряд накапливает. Ну а дальше простая физика. Каждый школьник знает четко. Противоположные заряды притягиваются. В кусочках бумаги происходит невидимый нашему глазу процесс. Сверху они становятся положительно заряженными, а с обратной стороны отрицательно заряженными. Теперь вы понимаете, в чем фокус. Наш эксперимент продолжается. Шарик-магнит обработаем антистатиком. Антистатик покрывает предмет пленкой, которая удерживает влагу. А вы знаете, что вода – это проводник. Хорошо проводит электрический ток. Следовательно, заряд больше не будет накапливаться на поверхности так, как это было раньше. Шарик больше не магнит. Благодаря антистатику. Сегодня вы увидели статическое электричество в действии. Это была рубрика «Каждый школьник знает четко». И помните, учиться никогда не поздно. Продолжим детскую тему, если такие вообще бывают. Ведь все мы родом из детства, а значит, все наши взрослые темы – детские тоже. Живите в гармонии с Веттой. Алена Ивановна, здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об отношениях отцов и дочерей. Именно какую роль в жизни девочки играет папа. Сразу давайте вспомним Чуковского такой рассказ, когда дочка четырехлетняя подходит к папе и говорит «Папа, ты меня любишь?» Папа говорит «Я тебя люблю, когда ты хорошо кушаешь, хорошо спишь, когда ты послушная, ну, одним словом, удобная». А дочка говорит «А я тебя люблю всегда». И папа в жизни девочки, он самый главный, самый первый в ее жизни мужчина. И какие отношения строятся у нее с папой, такие отношения она в будущем будет строить со всеми мужчинами в ее жизни. Ну, в частности, потом выберет мужа и будет простраивать с ним такие отношения. Папу можно сравнить с дубом. Дуб такой могучий, сильный дуб, который имеет свои корни, свой ствол. И если подрезать дуб и корни там оставить, все умрет сразу. И также можно сравнить девочка – это река, а папа – это берега. И если бы не было берегов, то девочка уплыла бы в эмоции, да, то есть папа и сдерживает, и дает защиту, и поддержку, и опору. И все маленькие девочки, вот я проводила такой опрос дошкольного возраста у детей. Что ты ждешь от папы, что ты хочешь? Все девочки говорят, ну, многие, большинство детей. Я хочу сидеть у папы на коленках, и чтобы он мне говорил, какая я красивая, какая я хорошая. Кто-то хочет сесть на плечи. Это, знаете, вот у нас даже когда мы вырастаем, такое женское есть, да, сесть на плечи, ножки свесить, да. Вот, и когда ты маленькая девочка, ты ждешь от папы, если опрашивать всех-всех, без исключения, каждая женщина, которая взрослая, она говорит, когда я была маленькая, я хотела, чтобы папа меня защищал, мной восхищался, меня ценил, любил, говорил, какая я красивая. И то качество, которое, или во внешности какой-то, какой-то комплимент делал, да. И я это буду ценить и помнить, и идти по жизни с этим, да. Папа взращивает в девочке чувство самоценности, чувство значимости себя, какая я есть. Вообще в жизни девочки папа главный, главней всего. Я бы даже сказала, если брать в процентах, то на 70-80% папа главнее, чем мама. Хотя мама тоже играет важную роль, но маму везде восхваляют. Вот мама это святое, да. И даже памятник Юрию Гагарину, памятник поставили маме, а не папе. Почему, да, если ставить памятник, то обоим родителям, потому что и папа, и мама, они как-то, ну, вместе, да. Это не говорит, конечно, о том, что надо девочку воспитывать, бантики, рюшечки, там, цветочек принцессы. Нет, потому что современный мир, он ждёт в будущем женщину, которая может и отношения строить, да, проявлять эмпатию, слышать другого, чувствовать, анализировать, понимать чувства, да, и на этом строить отношения. А кто учит строить отношения? Именно папа. Кто вкладывает эмпатию и любовь? Тоже папа. И, конечно, девочку надо и в спорт, потому что это же её здоровье. Не только говорит, что ты вот моя принцесса, там, спорт и креатив тогда, и творчество. У девочки должно всё быть в её создании как личности. Не разделять ребёнка, да, по половым признакам, а именно смотреть на характер, на личность ребёнка. То есть когда опросы я провожу среди коллег, женщин, и говорю, давайте вспомним, что мы хотели от папы. Вот они пишут такой большой список, я хотела, любви, признания, внимания, ну и так далее. А вот сейчас вы взрослые, что вы ждёте, и что бы вы хотели получить от мужа? И в списке опять эти же слова. Признание, любовь, уважение. То есть получается, когда мы маленькие, это ждём, да, и когда мы вырастаем, мы то же самое ждём. И на коленочки сесть хочется, да, и на шею сесть хочется, ножки свесить. В человеке всё должно быть прекрасно, утверждал классик, а значит, и мотивация, и дисциплина в нас тоже быть должны. Но в меру, а то ведь так недолго и сгореть на работе. Хотя сейчас ближе перспектива сгореть на каникулах под майским солнышком. Если оно, солнышко, конечно, будет. Но не будет, ну и ладно. Мы же будем с вами, и в нерабочие дни тоже. Так что переживём. И сегодня, несмотря на дождь, солнечных вам улыбок. И хорошего дня. Синоптики в Перми обещают облачную погоду, возможен небольшой дождь, гроза. Будет дуть преимущественно западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Давление чуть ниже нормы. Относительная влажность воздуха 70%. Температура воздуха в дневные часы плюс 7, плюс 9 градусов.